В последнее время мы живем в состоянии кризиса и мы видим, как Соединенные Штаты и Европа тоже вовсю печатают деньги. Они запускают печатный станок. Для чего они это делают? Они говорят, мы хотим запустить инфляцию для того, чтобы экономика пошла расти. Но мы-то с вами знаем, что такое инфляция. Мы ее пережили в 90-е. Это очень плохо, потому что цены начинают расти. Так зачем же они запускают инфляцию? Зачем они пытаются это сделать? Они что, враги собственному народу? Давайте попробуем разобраться. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Как я уже сказал, инфляцию пытаются запустить, раскрутить. И в этом, наверное, есть что-то положительное. Давайте попробуем понять, что же положительного, что же хорошего в инфляции. Почему все развитые экономики пытаются запустить инфляцию для того, чтобы обесценить собственную валюту? Хотя, казалось бы, это плохо. И Соединенные Штаты прямо вот недвусмысленно дают понять, что они хотят раскрутить инфляцию до 2% годовых, ну, к концу этого года. Это их цель. Сейчас у них, ну, ключевая ставка 0,25%, инфляция очень маленькая, там, в районе 1,4%, как они говорят. Вот, в Европе совсем ключевая ставка 0, инфляции нет, даже есть дефляция, и они хотят ее раскрутить. Да, и что же касается России. А у нас инфляция в районе 4% официальная, и ставка 4,25%, что, в общем сказать, как бы еще позволяет нам маневрировать. Итак, что же хорошего в инфляции? Ну, смотрите, если инфляции нет, то цены не растут, если дефляция, то цены вообще опускаются. И это здорово, потому что, ну, мы уже знаем, какая цена сегодня, какая будет завтра, такая же, как сегодня, либо еще ниже. Если мы, например, хотим, ну, купить хороший телефон, то что мы делаем? Мы смотрим, так, вышел новый телефон, будем мы его брать? Он стоит каких-то немыслимых денег. Можно подождать годик, через годик он опустится на 50%, и мы можем взять тот же самый телефон через год на 50% дешевле. Нахрен его брать сейчас, например, да? И мы подождем. Вот, и это не только телефона касается, это касается машин, потому что, ну, машины, ну, если она будет стоить столько же, сколько сейчас, через год, то мы можем купить ее через год, накоплив побольше денежек. Не так ли? И совсем уже опустимся на бытовой уровень. Сахар. Мы идем в магазин, скажем, сахар, соль. Ну, вот есть какие-то продукты, которые мы, ну, не за один день потребляем, не на один день, а, ну, как бы на неделю хватает, там, на две недели. И никому из нас не придет в голову покупать сахар, там, 5 килограмм или мешок, потому что, ну, мы покупаем столько, сколько надо, вот, минимальную партию, там, один килограмм сахара, пачечку соли, там, два килограмма муки. Столько, сколько мы можем съесть, ну, в ближайшее время, на неделю, там, и так далее. Вот. И вдруг начинается инфляция. Цены начинают расти. А деньги начинают терять свою покупательную способность. Вот что такое инфляция. И мы уже, когда идем в магазин, скажем, за сахарным песком, мы уже думаем, блин, если я сейчас возьму, ну, сказать, вот, деньги у меня есть, да, вот, лучше я возьму 5 килограмм сахара. Потому что этого хватит мне, скажем, ну, там, на месяц или на два, а через два месяца сахар будет уже, там, скажем, не 48 рублей за килограмм, а 52 рубля за килограмм. А деньги при этом, скажем, ну, как бы те же самые будут, потому что вряд ли моя зарплата увеличивается. Поэтому, поэтому мы берем уже немножечко впрок. И, скажем, сахар, ту же самую муку, да. И что происходит во время инфляции? Ну, это мы на бытовом уровне. А мы помним, что было в 90-е годы, когда инфляция была совсем вот такая, заоблачная. Что мы делали? Мы покупали доллары, потому что Россия печатала рубли, цены росли при этом. И мы покупали доллары, но сейчас печатают доллары. И инфляция будет в долларах. Надо ли нам его покупать, доллар? То есть такая же ситуация. Нам надо, наоборот, избавляться от доллара, потому что доллар будет терять покупательную способность, а цены расти в долларах. Вот в чем дело. И раньше мы покупали доллары, а что, ну, это бытовой уровень, да, скажем. Ну, то есть мы сразу бежим машину покупать, потому что машина-то, она импортируемая и импортная. То есть она за доллары, и поэтому машина подорожает. Если мы хотим купить телефон, то мы бежим уже, покупаем телефон, потому что он подорожает. Бери сейчас, потому что потом будет дороже. Поэтому мы начинаем все уже покупать. То есть если у нас остаются лишние деньги, а тем более деньги в банке лежат, об этом мы еще поговорим позже, то деньги обесцениваются, их не надо держать в банке. Тем более там процент либо ноль, либо там какой-то жалкий процент. И он не успевает за инфляцией, конечно же. Поэтому мы будем, что делать? Мы покупаем то, что нам нужно прямо сейчас, не откладывая это дело на завтра, потому что завтра это будет стоить дороже. И с полок магазинов все сметается. Не только с полок магазинов. В 90-е годы я занимался полиграфией, да и сейчас занимаюсь полиграфией. И тогда все покупали доллары. А что мне покупать как фирме? То есть я компания, и я не могу купить доллары, потому что для того, чтобы купить доллары, я должен это обосновать. Там валютный счет, валютный контроль и так далее. Это было сложно. Но тем не менее, все расходные материалы, там бумага, краска, химия, все у меня в долларах. И оборудование в долларах, и все это дорожает. Поэтому что я делал, если у меня вдруг образовывались, хотя это было редко, какие-то деньги лишние, и я тут же покупал бумагу впрок. Потому что, ну, самые ходовые виды бумаги, там плотность какая-то, эти самые форматы бумаги, самые ходовые я покупал впрок. Потому что, ну, если сейчас не куплю, то оно будет дороже, потому что поставщики материала все выставляли цены просто в долларах или в евро. В зависимости от того, откуда она импортировалась. Поэтому я покупал материалы и складывал их впрок. И при этом у меня складские помещения приходилось, ну, как бы, какую-то площадь резервировать на склад. А что делать при этом? Вот. Ну, то есть вместо долларов шли материалы. И что происходит? Материалы, значит, идут, идут, значит, их надо производить, товары надо производить, потому что они тут же выметаются, и начинает работать промышленность. Она начинает загружаться, и, значит, сначала она работает там в одну смену, потом, значит, вторую смену назначают, потом третью смену. Потому что надо работать, 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 надо повышать производительность труда, надо все это делать. Поэтому, значит, вот инфляция ведет к тому, что скорость оборачиваемости денег, она начинает увеличиваться. Деньги начинают работать, и промышленность начинает работать. Но, и казалось бы, все хорошо, но у инфляции есть, конечно же, и отрицательные черты. Потому что все начинает работать, и цены растут. Ну, вот эти мерзкие людишки, они начинают что-то там бузить. Что они там? Они говорят, зарплаты не хватает, цены растут. Зарплату повышай. И, ну как, ну приходится, конечно, сказать, кинешь там что-нибудь. Вот, они говорят, нам мало. Вот, и тут наше правительство, которое само запускало эту инфляцию, оно вдруг просыпается. Ну, когда видит, что его уже скоро начнут свергать. И такой царь говорит, блин, я так болею за народ, так болею. Вот, утром мажу бутерброд, сразу мысль. А как народ? Блин, бедные люди, как же вы там страдаете при такой инфляции? А эти проклятые буржуины, значит, там ее раскручивают. Я вам сейчас облагодетельствую, я повышаю, там, скажем, инфляция растет, скажем, 15%, я вам пенсию на 5% поднимаю. Я вам зарплату бюджетников на 5%, там, выплаты многодетным на 5% поднимаю. Он поднимает, выплаты идут, деньги ничем не обеспеченные в экономику. К чему приводят не обеспеченные деньги в экономике, мы уже знаем, к росту цен. И поэтому все продолжается, мыло мочало, начинается, начинаем все сначала. И так далее. То есть, вот эти вот циклы начинают идти, и инфляция уже, ну, ее маховик достаточно трудно остановить. Это первое. То есть, социальные волнения, это сопровождает рост инфляции. Социальные волнения. Второй момент. Смотрите. Деньги нужны. Когда кругом растут цены, люди начинают скупать все подряд, и они, значит, бегают, ищут, где бы взять деньги, чтобы все это купить. Они идут в банк, снимают свои деньги, сбережения в банке, потому что зачем их держать там, они там обесцениваются. И люди идут за кредитами, и компании идут за кредитами в банк. А банк кредит уже не дает. Если раньше он давал кредит, скажем, там, на 3-5 лет, там, скажем, бегите, пожалуйста. Вот. То сейчас, значит, сроки кредитования сокращаются, а ставки по кредитам увеличиваются. Банки начинают зарабатывать тоже на людях. То есть, они начинают шкурить людей то же самое. Ну, как и все, в общем, банк. Такие же банкиры, такие же, ну, как бы, коммерческие предприятия, такие же коммерческие компании. Они зарабатывают, ну, просто они продают деньги. Это логично. И кредиты становятся короче. То есть, если раньше кредит давали на 5 лет, там, ипотека, мы знаем, на 10-15 лет, то эти кредиты уже перестают выдавать. То есть, программы ипотечного кредитования будут сворачиваться. И кредиты уже будут давать, там, на 5 лет, на 2 года. А в 90-е годы, я помню, когда там вообще все было, вот, ну, бешено крутилось, прямо вообще. Давай, 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 давай. Я прихожу в банк. Я занимаюсь полиграфией. Мне, чтобы повысить производительность труда, мне нужно было оборудование, там, станок. Я прихожу, говорю, слушайте, я вот тут нашел станок, он мне обеспечит такую прибыль бешеную. Ну, значит, дайте мне денег 100 тысяч долларов. Ну, или 150, я просил 150, ну, ладно, за 100 я еще могу как-то найти аппарат какой-то. Они говорят, слушай, ну, у тебя там кредитная история не очень и так далее, давай мы тебе дадим 50 тысяч рублей, ну, это примерно, там, ну, 5 тысяч долларов было на те времена. Вот, и, да даже меньше, там, 2 тысячи долларов. Вот, и, ну, на 3 месяца, и под бешеный процент. Я такой, вы что, не понимаете, 50 тысяч рублей я вам сам могу дать, мне они не нужны. Мне нужно 100 тысяч долларов, это, там, ну, 800 тысяч рублей, а вы мне 50 даете. Зачем? Как бы, мне не имеет смысла, мне не нужно это. Вот. Они говорят, ну, как зачем, наоборот, значит, эти самые, там, активы. Я говорю, ну, мне не нужно, у меня они есть. Вот. И, то есть, смотрите, что получается. Ипотечное кредитование обнуляется, соответственно, строительство в кредит тоже не идет, строительство затормаживается. Инвестиции в основные средства у компаний тоже замораживаются, потому что, ну, никто не даст кредит. А на что дают кредит? На торговлю на какую-нибудь. Вот. Ну, то есть, это большой минус. И цены продолжают расти, длинных денег в экономике нет, и это тоже плохо, это обратная сторона инфляции. Так какая же инфляция нам нужна? То есть, смотрите, если инфляции нет, плохо, если инфляция высокая, тоже плохо, значит, где-то есть какая-то середина, когда инфляция самая оптимальная. Так вот, действующая, господствующая экономическая теория говорит следующее, что самый оптимальный уровень инфляции, который есть в экономике, это 4% годовых. При этом получается, что и деньги работают, и есть длинные деньги, которые там, ипотечное кредитование и так далее. А теперь вспомним, какие цели ставила Набиульна, когда ее назначили председателем Центробанка. Помните, тогда была инфляция там что-то 24% годовых, вот, ключевая ставка была, и она поставила целью. Она сказала, я хочу, чтобы у нас уровень инфляции, ключевая ставка, опустить ее до 4% годовых. И никто не верил, что это возможно, что, ну вот, нереально абсолютно, и она постепенно, шаг за шагом это делала. На это ушли годы, но сейчас мы знаем, что у нас ключевая ставка ЦБ 4,25% годовых. Она добилась того результата, который хотела. Как я уже сказал, господствующая экономическая теория говорит о том, что оптимальная ключевая ставка это 4% годовых инфляции. В Америке сейчас, ну, по официальным оценкам, 1,4% инфляция, ставка у них там 0,25% сейчас, уже опускать некуда. Вот, и как они пытаются запустить инфляцию? Печатанием свободных денег, то есть программа количества смягчения, так называемая QE, вот, они запускают инфляцию, чтобы опустить свою валюту, свой доллар. Но, кто ж им даст это опустить, потому что, ну, Европа говорит, а какого хрена? Значит, тогда наши товары, европейские, подорожают относительно американских, нам это не интересно, и поэтому Европа то же самое делает, тоже печатает свои евро. А что Россия делает, во-первых, а во-вторых, чем это Россия грозит? Да, Китай стабильно держит и все свой юань, и говорит, да пошли все нафиг, будем держать так, как хотим, а у Китая возможностей для этого намного больше, чем у любой другой страны, потому что у них коммунистическая партия управляет всей экономикой. У нас тоже, в общем-то сказать, там как бы все вроде управляемо пока. И что же получается в результате? Смотрите, что нам с этого, что нам ждать, вот, просто нам, и что будет с Россией в результате всего этого? Я, как всегда, очень оптимистичен, и такой радостный мой прогноз. Если вы не согласны с этим, с тем, что я говорю сейчас, что я сейчас скажу, то напишите, пожалуйста, типа поставьте дизлайк, скажите, Юра, ты не прав, ты, значит, вообще, значит, там слишком оптимистичен, что Россия будет в заднице и так далее. Ну, а если вы считаете, что я прав, поставьте лайк и напишите, почему вы считаете, ну, какие-то еще, какие-то аргументы добавьте к этому, мне будет очень приятно. Вот, итак, смотрите, что же будет с Россией? Смотрите, в 90-е годы инфляция была в рублях, мы покупали доллары, сейчас инфляция запускается в долларах и в евро, то есть, в рублях вроде как. Инфляции-то не должно быть, у нас-то все оптимально, 4%. И к чему ведет инфляция в долларах? К тому, что долларовые цены начинают расти. А что у нас за доллары? Да все. Мы продаем нефть за доллары, мы продаем металлы за доллары, золото за доллары, зерно за доллары продаем. И нам хорошо, если, ну, нефть вырастет, металлы вырастут. Вот это, мы на первом месте, там, на первых местах по, скажем, по алюминию, по меди, редкоземельные металлы, там, по ладий. Вот, то есть, все это вырастет в цене, и нам хорошо, то есть, нам приток долларов будет больше, но при этом мы покупаем что? То, мы покупаем высокотехнологичные товары, у нас нет своих станков, у нас абсолютно нет. Мы, у нас нет технологий, да мы вообще все покупаем. Если мы, мы покупаем импортные лекарства, мы покупаем импортные продукты, добавки всякие, все это мы покупаем. Мы на первом месте в мире, ну, или там, первое-второе место сейчас по экспорту зерна. И большую часть этого зерна у нас покупает Турция. А вот Турция на первое место вышла вдруг по экспорту муки. Ребята, то есть, они покупают у нас зерно, перемололи его и продают. Что нам мешает продавать муку? И мы научились делать муку. Сейчас, если мы приходим в магазин, у нас мука не турецкая, не израильская, она наша, отечественная. И чем больше будет в наших магазинах, наших отечественных товаров, тем лучше. Потому что мы за них не будем валюту отдавать супостатам. Давайте зайдем на строительный рынок, на какой-то хозяйственный рынок. Мы покупаем импортные гвозди, мы покупаем импортные лопаты, блин, позорище. Мы покупаем импортные топоры, пилы, все это импортное. И мы за это платим доллары, и все это в долларах будет дорожать. Мы, наконец-то, научимся делать гвозди. Мы, наконец-то, научимся делать свои лопаты и топоры. И они у нас будут, ну, не хуже, чем импортные. Ну, ребята, ну, это же, ну, ничего такого сложного. Здесь не нужно какие-то сверхточные технологии. Мы это сможем делать. И, более того, Польша будет у нас покупать топоры, а не мы у поляков. Понимаете? И это приведет к тому, что, ну, наконец-то, мы начнем поднимать свою промышленность, которая будет производить эти несчастные лопаты и топоры. И мы покупаем станки, опять же, мы начнем делать станки. Весь мир переходит на робототехнику. Мы по этому параметру, по количеству роботов на душу населения, на каком-то там очень-очень низком месте. А что такое робот и что такое автоматизированные линии? Это системы точного позиционирования. То есть надо взять какую-то детальчик, поднять и поставить ее на место с точностью. Там ничего сложного. Там шаговые двигатели и вот эти вот манипуляторы. Ну, нам придется их делать, научиться. И это надо делать. И мы, если научимся, то, значит, смотрите, ну, мы начинаем производить. А рабочей силы не хватает. Ее уже не хватает. Уже говорят, что надо завозить буквально этих, ну, таджиков, узбеков. Но нам нужна и квалифицированная рабочая сила. И мы будем вынуждены, во-первых, повышать зарплату, а во-вторых, повышать производительность, чтобы, ну, как бы освободить не квалифицированную рабочую силу, а привлечь квалифицированную. Поэтому это тоже хорошо будет для нашей страны. Наконец-то, может быть, специалисты не так сильно будут из нашей страны уезжать, а наоборот здесь зарабатывать. Вот потому что, потому что, если у нас будет, ну, как бы, у нас-то все хорошо вроде бы, и доллар падает, а рублю падать, в общем-то, ни с чего, все будет хорошо, рубль начнет расти. И, ну, по уровню жизни, смотрите, ну, есть такой индекс гамбургера, который говорит примерно о том, ну, уровень жизни, он показывает немножечко. Так вот, у нас в Макдональдсе Биг Мак стоит в 5 раз дешевле, чем Америка. Ну, это же неправильно. Это будет немножечко выравниваться. То есть, за счет чего? За счет того, что рубль будет расти, и с ростом рубля будут расти наши зарплаты. Поэтому вот такой у меня оптимистичный прогноз, и, наконец-то, ну, Россия начнет как-то оживать. Вот. Ну, что еще могу сказать? Что у нас уже был, когда Путин пришел к власти, сменил Ельцина, то только-только начинала расти нефть. И приход Путина совпал с бешеным ростом нефти. И, ну, просто деньги валились сами по себе с неба, и здесь вообще не надо ничего было делать, да ничего, собственно говоря, и не делалось. Мы изобрели самые лучшие зато технологии по распиливанию бюджета. Мы изобрели самые лучшие технологии в мире, освоили их, как выводить деньги за рубеж массово в офшоры. Вот. И мы уже знаем, сколько стоит недвижимость в Лондоне, сколько стоит недвижимость в Майами, там, на Лар-Зурном берегу. Мы ее скупили, и сейчас что происходит? А происходит следующее. Во всем мире идет борьба с коррупцией, и весь мир нам говорит, что, ребята, вы нам, значит, денежки там привезли нам хорошо, купили нашу недвижимость хорошо, но теперь мы решили, что мы заморозим вашу недвижимость. Вот Англия уже это сделала. Она говорит, пока вы не докажете, что ваши денежки вы получили, для того, чтобы купить эту недвижимость, вы получили закон. То есть, они денежки... То есть, денежки давайте сюда, вкладывайте, а теперь, после того, как вы их вложили, теперь докажите, что эти деньги у вас законны, иначе мы у вас замораживаем, пока вы не докажете, вы не сможете эту недвижимость вашу, пользуйтесь, но мы вам визу отхреначим, и, соответственно, это самое, не будем вас пускать. То есть, соответственно, я думаю, что, я надеюсь, я верю, что, ну, тренд такой уже к нетерпению вот этой вот коррупции, вот этих всех мерзких схем, которые ведут к обогащению единиц, которые рядом с властью ошиваются, и, наконец-то, власть поймет, что надо заниматься восстановлением промышленности, экономики в стране, потому что нам нужны технологии, нам нужно разрабатывать. Мы видим это, что сейчас мы просто зависимы от этого. Нам просто говорят, а мы вам рубим санкции, и, значит, вы не сможете, буровые, все, значит, там, нефтянка, вся импортная. И если кто не знал, то лидер в технологиях бурения – это компания Шлюмберже, которая американская. И именно американцы нам сверлят эту нефть, а мы там что-то выпендриваемся. Они говорят, ну, хорошо, значит, там Шлюмберже перестанет вам нефть свернуть. Скважина у нас истощается, и новую скважину мы уже не в состоянии сделать сами без американских технологий. Нам придется самим, самим начинать производить что-то. То же самое касается ракетных двигателей, которые у нас, ну, в рамках кооперации делались на Украине, вы знаете. Украина, во-первых, откололась, а во-вторых, развалилась. То есть Украина сейчас, ну, в общем-то, не очень в состоянии делать ракетные двигатели. И то же самое касается двигателей для самолетов. Авиационные двигатели мы, в принципе, научились делать там, ну, как-то, но они делаются. То есть мы способны это сделать, мы можем это сделать, и мы должны это сделать. И я надеюсь, что мы это сделаем, что мы справимся с этими задачами, что промышленность нашей страны наконец-то начнет расти. Ну, и только после этого, только после этого жизненный уровень наш должен увеличиваться. Не раньше. До этого людишки там будут кричать, что нам не хватает денег. Ну, а, в общем-то, правительство будет говорить, нам надо развивать промышленность, и оно будет права. Вот. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Еще раз лайк, поставьте, и до встречи. Будет много всего интересного. Оставайтесь на моем канале. Подписка, колокольчик, лайк, и до встречи. С вами был Демятков Юрий. Субтитры создавал DimaTorzok